Всем привет! Я Ника Виноградова, это канал Рецепта для лентяев, и у меня сегодня для вас глобальная подборка салатов на праздничный стол. Салаты самые разные, с майонезом и без, полезные, есть бюджетных, очень много салатов, очень вкусных, классных, рыбные, мясные, с овощами, сыром, на любые вкусы. Я вам сейчас все подробно расскажу и покажу. С вас по традиции лайк и любой комментарий под роликом, чтобы помочь каналу продвигаться. И поехали! Первые два салата это такая вариация в стиле мимозы. Довольно необычно и очень вкусно. Картофель, морковь и яйца натираем на мелкой терке, причем у яиц натираем отдельно желток и белок. Для первого варианта мелко нарезаем отваренное куриное филе, а дальше собираем салат. Первым слоем выкладываем курицу, подсаливаем, заправляем майонезом, сверху укладываем белок, еще майонез, морковь, снова майонез, картофель, его немножечко подсаливаем, добавляем майонез, сверху желток и получается вот такой красивый салат. Для второго варианта нижним слоем выкладываем отваренный рис, смазываем майонезом, затем идет белок, снова майонез, сайра. Ее тоже заправляем майонезом, посыпаем тертым сыром, снова слой майонеза, желток и получается вот такая мимоза. Следующий салатик для тех, кто майонез не ест, он полезный, вкусный, там необычный, жареный адыгейский сыр. Адыгейский сыр нарезаем пластинками и обжариваем его на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. Пока жарится, режем болгарский перец, помидоры и огурцы. Еще нам понадобится зелень, проще всего взять готовую смесь, у меня она вот такая. Добавляем ее к овощам, делаем заправку, смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, соевый соус, горчицу и немного меда. Все перемешали и заправка готова. Поливаем и овощи, и зелень. Сверху выкладываем жареный сыр и получается вот такой полезный и вкусный салат. А прежде чем переходить к следующему салату, информация для тех, кто любит дыхи. Вы можете купить любые популярные дыхи по максимально выгодной цене. Ароматы стойкие и практически один в один, как оригинальные. Низкая стоимость получается за счет того, что вы не переплачиваете за упаковку, получая дыхи вот в таких флакончиках. Можно взять самый маленький объем на пробу в 30 мл. Получится очень выгодно и такого объема хватит надолго. К тому же можно взять по акции 3 аромата и 4 получите в подарок. Ссылку на магазин оставлю в описании под видео. Следующий салатик тоже без майонеза. Нарезаем на кусочки вареное куриное филе, режем вареное яйцо, свежий огурец, небольшой пучок зелени, я брала кинзу. Подсаливаем, перчим и добавляем кукурузу. Заправляем все натуральным йогуртом или сметаной. Салат получается необычайно вкусный. Следующие два салатика для любителей оливье, а точнее для тех, кому уже немного приелся классический рецепт и хочется добавить какого-нибудь разнообразия. Для обоих вариантов нарезаем кубиками вареную морковь, картофель и яйца. Выкладываем в миску, подсаливаем. Туда же добавляем нарезанные огурчики и зеленый горошек. Для первого варианта нарезаем крабовое мясо. Еще мы сюда добавляем свежий огурец, отправляем это все в миску и заправляем майонезом. Для второго варианта отвариваем говяжий язык до готовности и нарезаем его на кубики. Добавляем в основную миску с продуктами, подсыпаем каперсы, заправляем майонезом и получается вот такой вариант оливье. Салаты можно выложить традиционным способом, а можно уложить в тарталетки, украсить зеленью, икрой и каперсами. Получается вот такая красота. Ну и какой лентяйский канал без мега лентяйских салатиков, которые готовятся вот так вот по щелчку пальцев. Мелко нарезаем копченую грудку или бедрышки. Точно так же нарезаем маринованные огурцы или корнишоны. Разрезаем на несколько частей морковь по-корейски. Сыр и яйца натираем на терке. Все смешиваем в миске, добавляем кукурузу, вместо нее можно взять красную фасоль. Заправляем майонезом или сметаной, при необходимости подсаливаем и салат готов. Для следующего салата нарезаем свежие огурцы, болгарский перец, еще берем красный лук и зелень. У меня это кинза. Все складываем в миску, добавляем консервированную фасоль, солим, перчим. Заправляем растительным маслом и лимонным соком. При подаче добавляем творожный сыр, либо какой-нибудь мягкий адыгейский фету, брынзу. И по желанию можно еще дополнительно все посыпать семечками. Салатик получается легкий и очень вкусный. Я знаю, что очень многие любят селедку под шубой. Я вам покажу два необычных варианта. Для первого варианта нижним слоем выкладываем натертую вареную морковь, подсаливаем, добавляем свеклу, смазываем майонезом. Потом идет слой вареного картофеля, тоже его подсаливаем, смазываем майонезом. Выкладываем яйца, тоже заправляем их майонезом. И сверху укладываем рыбку. У меня это семка, но подойдет любая красная, слабосоленая или копченая рыба. Для следующего варианта на низ выкладываем селедку, потом идет прослойка из лука, майонез, яблоко, натертое на крупной терке. Затем яйцо, майонез, морковь, немного ее подсаливаем, вареную свеклу. И сверху все покрываем майонезом. Вот такие получаются две необычные селедки под шубой. И само собой, я знаю, есть огромное количество любителей салатов с крабовыми палочками. Тоже покажу пару необычных вариантов. Ставим вариться яйца. Мелко нарезаем крабовые палочки. Сыр натираем на крупной терке. Яйца режем. После чего смешиваем в миске яйца, сыр, крабовые палочки. Туда же добавляем консервированную кукурузу. И заправляем все натуральным йогуртом или майонезом. Солим. И это будет основа для салатов. Для первого варианта нарезаем свежий огурец и мелко рубим зелень. У меня это укроп и зеленый лук. Добавляем их к нашему салату. При необходимости подсаливаем. И у нас получается легкий, свежий и очень вкусный салат. Для второго варианта берем салат айсберг и мелко его нарезаем. Добавляем это к основе. И туда же добавляем консервированные ананасы. Получается очень вкусное сочетание. А еще у меня для вас есть рецепт очень вкусного салата с копченой курицей. Мелко нарезаем маринованные грибы. У вареных яиц белки отделяем от желтков и натираем их по отдельности. Натираем на терке сыр. И нарезаем копченую курицу. А дальше все собираем слоями. На низ выкладываем курицу. Затем грибы. Смазываем майонезом. Посыпаем белками. Снова заправляем майонезом. Потом идет слой из сыра. И сверху желтки. Салат получается очень сытный. И он точно улетит со стола одним из первых. Дальше у нас снова идут полезные салатики без майонеза. Причем второй он будет даже постным. Листья салата рвем руками и выкладываем в миску. Нарезаем свежие огурцы. Подсаливаем. Мелко режем болгарский перец. Добавляем маринованные грибы. Заправляем растительным маслом. Сбрызгиваем лимонным соком. Сверху выкладываем рыбу. Можно слабосоленую, можно копченую, семку, форель. Все, что хотите. Посыпаем сыром. И получается вот такой очень нарядный и полезный салат. Для постного салата нарезаем помидоры. Можно взять черри, можно обычные. Добавляем мелко нарезанный стебель сельдерея. Выкладываем в миску морковь по-корейски. У меня она достаточно сочная, пряная, с большим количеством масла. Поэтому отдельно соль и перец я в салат не добавляю. Сюда же выкладываем консервированную фасоль. Я взяла белую, но подойдет и красная. Мелко режем пучок свежей зелени. У меня это петрушка. Перемешиваем. И салат готов. И следующие несколько салатов тоже опять необычайно быстрые. Такие салаты-минутки, которые можно приготовить за считанные минуты, когда уже гости на подходе. Для первого салата нам понадобится печень трески. Мы ее разминаем вилкой. Режем сюда корнишоны или маринованные огурцы. Натираем на терке сыр, яйца. Все перемешиваем и заправляем. Можно как я сметаной, можно майонезом. При необходимости подсаливаем, а при подаче посыпаем сухариками. Второй быстрый салат для тех, кто не ест мясо. Для него мы нарезаем свежие огурцы, вареные яйца, мелко режем зеленый лук, добавляем консервированную кукурузу, морковь по-корейски, заправляем сметаной или майонезом. И по желанию можно добавить немного сушеного молотого чеснока. Солим, перчим и салат готов. Для третьего салата подойдет ветчина, колбаса или курица. Мелко нарезаем, добавляем морковь по-корейски, консервированную кукурузу, заправляем сметаной или майонезом. Дополнительно добавляем немного сушеного чеснока, соль, перец. И получается еще один классный салат. Для следующего салата понадобится консервированная горбуша. Вместо нее еще можно взять тунец, сайру или любую другую рыбку. Только не забудьте проверить их на наличие костей. Если что, убирайте. Мелко режем вареное яйцо, свежие огурцы. Добавляем консервированную кукурузу и сухарики. Их мы выкладываем в самом конце, непосредственно перед подачей на стол, чтобы они не размокли. Заправляем майонезом или сметаной, подсаливаем. И быстрый салат готов. Следующий салат очень классный, с маринованным лучком, яичными блинчиками. Очень вкусное сочетание. Для начала займемся луком. Нарезаем его небольшими кусочками. Добавляем немного соли, чайную ложку сахара, пару ложек винного уксуса. Можно взять яблочный, можно рисовый. Пару ложек воды. Все перемешиваем и пока оставляем минут на 15 мариноваться. Сами в это время в отдельной миске разбиваем яйцо, подсаливаем, перемешиваем. Ставим сковородку нагреваться, смазываем ее растительным маслом и выливаем яйцо в форме блина. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Таких блинчиков нам понадобится три штуки. Обжарили их и пока откладываем в сторону, чтобы они остывали. Сами в это время нарезаем колбасу. Колбаса подойдет абсолютно любая. Если хотите, вместо нее можно взять курицу. Можно копченую, можно самим отварить. Еще нам понадобятся огурцы. Тоже их мелко нарезаем. Остывшие яичные блинчики режем соломкой. С маринованного лука сливаем воду и добавляем к салату. В самом конце добавляем консервированную фасоль. Можно салат заправить сметаной, можно натуральным йогуртом, можно майонезом. При необходимости подсаливаем. И сверху, просто для красоты, можно все посыпать тертым сыром, свежей зеленью и выложить консервированную фасоль. И еще один полезный салат для тех, кто не ест мясо. Шинкуем салат айсберг. Вместо него подойдет китайская капуста. Огурцы нарезаем полукружочками. Яйца мелко крошим. Нарезаем зеленый лук. Добавляем кукурузу. Вместо нее можно взять и фасоль, и зеленый горошек. Заправляем все сметаной. Солим, перчим по вкусу. И салат готов. И покажу еще, опять-таки, несколько полезных салатов, которые точно пригодятся для тех, кто следит за фигурой. Некоторые подойдут для поста. Так что берите на вооружение. Куриное филе нарезаем на кусочки. Примерно на вот такие. Перчим. Можно добавить другие специи, но это уже на ваше усмотрение. У меня это экзотическая смесь. Заливаем соевым соусом. И оставляем мариноваться минут на 15. Сами в это время нарезаем помидоры черри. Можно взять обычные томаты. Болгарский перец также рубим, но не сильно мелко, чтобы он чувствовался в салате. А дальше на сковородке разогреваем масло и на него выкладываем нашу курицу. Прямо вместе с соевым соусом. Жарим курицу на сильном огне минут по 5 с каждой стороны, чтобы курица нормально приготовилась. Но не пережаривайте, иначе она получится сухой. Пожарили. Откладываем в сторону. Сами в тех же остатках соевого соуса быстренько обжариваем перец. Его нужно жарить буквально 2 минуты. И всё. Собираем салат. На низ выкладываем листья. Можно взять какой-то один вид салата. Можно, как я, миксануть. Сверху укладываем курицу, овощи. Посыпаем всё кунжутом и поливаем бальзамическим уксусом. Салат получается вот в таком вот азиатском стиле. Следующий салат постный. Для него мы нарезаем свежий огурец, редис и помидор на небольшие кусочки. Также режем мякоть авокадо. Всё это складываем в миску. Солим, перчим, поливаем лимонным соком и заправляем оливковым маслом. Добавляем зелень. У меня это микс салатов. Всё хорошо перемешиваем. И салат готов! По желанию, можно сюда ещё добавить кедровые орешки. Тоже будет очень вкусно! Следующий салат будет с варёной индейкой. Её мы отвариваем до готовности и мелко нарезаем. Мелко рубим грецкие орехи. Добавляем сырую натертую свёклу. Если хотите, можно её заменить на варёную. Заправляем всё натуральным йогуртом. И добавляем немного сушёного чеснока. Подсаливаем, всё хорошо перемешиваем и салат готов. А этот салатик будет с авокадо и рыбкой. Для него мы берём один огурец, мелко его нарезаем. Сюда же добавляем помидоры. Ещё понадобится мякоть авокадо. Солим, перчим, поливаем лимонным соком. Добавляем специи на свой вкус. В качестве зелени я брала вот такую смесь. Красную рыбу, у меня это сёмга, нарезаем и добавляем к салату. Заправляем всё растительным маслом и получается вот такая вкуснятина-полезнятина. Следующий салатик для любителей тунца. Мелко нарезаем свежий огурец. Варёные яйца. Всё это выкладываем в миску. Солим. Добавляем тунец. Сюда же выкладываем консервированную кукурузу. И теперь делаем заправку. Берём баночку йогурта. Прямо в эту баночку добавляем чайную ложку горчицы и различные специи на свой вкус. Чеснок, зелень, какую-нибудь сушёную паприку. Всё, что любите. Перемешиваем. Заправляем салат. И получается вот такая вкуснотища. Для следующего салата мелко нарезаем зелень. У меня это будет зелёный лук и кинза. Но также подаёт и укроп, и петрушка, и всё, что любите. Отправляем это в миску. Выдавливаем сюда пару зубчиков чеснока. Благодаря нему салат получится очень ароматным. Заправляем всё растительным маслом. Перемешиваем. Разрезаем пополам помидоры черри. Добавляем их в миску с заправкой. Авокадо нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к помидорам. Подсаливаем, перчим. Можно добавить ещё какие-нибудь любимые ароматные специи. Выкладываем рукколу и творог. Всё перемешиваем. Но для красивой подачи можно положить на низ большую часть помидор и авокадо, посыпать сверху творогом, уложить рукколу, а затем красиво разложить оставшиеся кусочки авокадо и помидор. Подсыпьте ещё немного творога. Кстати, вместо него можно взять фету или брынзу. Вот такой нарядный салат получается. И ещё покажу один салат для тех, кто любит авокадо. Нарезаем кубиками помидор. Сюда же добавляем половину авокадо. Сбрызгиваем его лимонным соком. Солим, перчим. Добавляем кукурузу. Заправляем растительным маслом. Подсыпаем кедровые орешки. Их можно заменить на тыквенные семечки или на грецкие. Я ещё дополнительно подсыпаю семена чия. И получается полезный постный салат. А ещё у меня есть очень вкусный салат со свежим яблоком. Сыр нарезаем небольшими кусочками. У меня это камамбер, но можно взять бри, моцареллу, мурату, любой мягкий сыр. Половину яблока также нарезаем на небольшие кусочки. А дальше просто смешиваем все ингредиенты. Мы выкладываем рукколу, добавляем яблоки, сбрызгиваем их лимонным соком. Добавляем сыр, грецкие орехи. И получается вот такой вот полезный и красивый салат. От полезных салатов возвращаемся опять к вредненьким. Следующий будет с беконом. Этот салат готовил мой муж, и это было очень вкусно. Начнём с приготовления бекона. Берём обычную бумажную салфетку, выкладываем на неё бекон. Сверху накрываем другой салфеткой, кладём на тарелку и отправляем в микроволновку на 1-2 минуты. Время зависит от мощности микроволновки и от степени прожарки бекона. Бекон должен получиться слегка поджаристый, но при этом остаться мягким, чтобы его удобно было резать. Дальше готовим заправку. Смешиваем оливковое масло, винный уксус, горчицу, тщательно перемешиваем до однородной массы. Добавляем соль, перец. Далее нарезаем зелень для салата, это была кинза, листовой салат и айсберг. Если хотите, можно использовать шпинат, рукколу и любую другую зелень на ваш вкус. Мелко нарезаем бекон, выливаем заправку в миску и тщательно перемешиваем. Добавляем большую часть бекона и еще раз перемешиваем. На блюдо выкладываем салат, добавляем сыр с голубой плесенью и украшаем оставшимся беконом. Сверху посыпаем кедровыми орешками и получается очень вкусное блюдо. Вот такие получились салаты. Надеюсь, вам понравились. И если что, на канале огромное количество бюджетных столов, постных, полезных, закуски, тоже другие такие салаты. Очень много всего уже понаготовила в этом году. Если не видели, ссылки на эти ролики оставлю в описании под видео. И там же, если что, будут ссылки на все ингредиенты. У меня на это все. Огромное спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам всем настроения и всего самого замечательного. Всем счастливо и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!